Всем привет! Доброе время суток! Где вы, кто вы и что вы? Если вы вдруг в полном шоке от того, куда вы попали, что вы здесь делаете, я вам напомню, вы попали на ежедневный урок по законам благословений, который, по крайней мере, эта тема подходит к своему логическому концу. Почему? Потому как начали мы с вами этот урок сначала только в нашей общине, но потом это вышло за ее пределы. Сначала карантина, пока мы все дома, чтобы преувеличивать Тори. Карантин закончился или нет, я не понимаю. Я не разбираюсь в политике. Сейчас у нас новая политика. Про карантин уже все и ковид забыли, все занимаются выборами. Но, несмотря ни на что, точнее, вопреки всему, мы продолжаем учиться по этой замечательной книжке Шухана Рука-Катар, второй ее том, который полностью посвящен законам благословений. Только хочу вас, не знаю, обрадовать или расстроить, потому как мы с вами подошли не просто к логическому концу, а просто к концу этой книги. Вот, буквально три странички, которые все мы на Инстаграме и на Фейсбуке. И поэтому мы ни в коем случае не будем прекращать этот урок. Он для меня стал уже просто как привычка «Вторая натура». Поэтому мы устроим общественный опрос, какие новые законы мы начнем учить по окончанию этой книги. И в конце книги мы начинаем, точнее, мы заканчиваем очень интересным разделом. Весь раздел, последний раздел, он же не настолько относится к тому, что мы обычно называем благословениями до еды, после еды. И, конечно же, главное – это благословение после еды, потому что это единственное благословение, которое является заповедью из Торы, благословение до еды, до питья, до запахов. Все проходы на Енин, как и благословение на Торы, благословение воспаления и благодарности – это все заповеди нашим мудрецом. С небольшим исключением, где заповедь на чтение Торы, слова Торы, заповедь, благословение чтения Торы и благословение кедуша в шаббат и праздники – тоже у них есть аспект заповеди из Торы. Но, в принципе, это все рекомендации наших мудрецов в очень важных воспитательных целях. Кроме того, что нельзя человеку, как говорят наши мудрецы в бавилонском Талмуде, получить довольствие от этого мира без того, чтобы благословить. Это, конечно же, нас во многом воспитывает. Воспитывает в том, чтобы видеть Всевышнего Божественного присутствия во всем, что нас окружает. Воспитывает нас в том, чтобы просто уметь говорить спасибо. Если мы научимся говорить спасибо Всевышнему, то наверняка научимся говорить спасибо и друг другу. Но последний раздел так и называется – разные благословения. Почему разные? Потому что они не обязательно говорят о получении удовольствия. Да, мы обсуждали благословения на запахи, потому что оно не столь многогранно, как благословения на еду или на питье. Но мы обсуждали в этом разделе благословения на природные явления, на события хорошие или плохие, на географические месторасположения и так далее. И последняя глава, она, на мой взгляд, очень интересная. Надеюсь, что очень практична для вас, для всех. По крайней мере, надеюсь, будет еще более практична в ближайшее время, пока когда все уже забудут наконец-то про коронавирус и начнут опять путешествовать. Эта глава посвящена законам дорожной молитвы. Теперь хочу сразу подчеркнуть, мы уже третий урок, учим законы дорожной молитвы, хочу сразу подчеркнуть, что это не просто хорошая фишка, которую можно сказать, когда вы выходите в дорогу. Нет, это обязанность говорить эту молитву. Это не так, чтобы вот на дорожку посидеть, хотя мы об этом с вами сегодня, не знаю, сегодня, но на одном из уроков тоже поговорим о всяких. Мы начнем сегодняшний новый материал именно всяких примет, подтвержденных примет, которые есть в иудаизме, связанные с дорогой. Но эта молитва, это не примета, это не хамса, который вы вешаете, или красная ниточка, которую вы навязываете на какие-то конечности своего тела. Нет, это обязанность сказать эту молитву является запомним наших мудрецов, когда мы выходим в дорогу. Подчеркиваю, что это именно дорога за пределы города. Мы говорили о всяких критериях, что значит выйти за пределы города, на каком расстоянии от города и как часто эту молитву нужно говорить. Это все можно посмотреть в записи, на моем канале Ютуба уже, по-моему, там что-то 110 лекций, даже больше стоит, чем 110 этих коротких занятий. Они там уже есть, можно повторить пройденный материал. Канал Ютуба найти очень просто, Ашер Алшул, я никак не маскируюсь, ну и постепенно все остальные тоже выкладываются, старая каждый день по одной, по две лекции выкладывать. Но мы с вами начинаем новый материал, и я сказал на прошлом уроке вчера о том, что мы поговорим о разных рекомендациях, которые связаны с выходом в путь. Они не связаны с дорожной молитвой напрямую, а просто Шулхан Орух, точнее Шулхан Орухов-Кацар, автор этой книги, решил нам рассказать о всяких классных примочках, действительно, в данном случае мы даем приметах, которые стоит принимать, когда мы делаем дорогу. Давайте поймем такую вещь. Мы, понятно, что сегодня дорога гораздо менее опасна, чем когда-то, но в свое время, когда писались эти законы, да даже, в общем-то, до самого недавнего будущего, переезд с места на место был всегда сопряжен с опасностями. Именно поэтому мы с вами учили, что это такое благословение, как Агумель, исполнение от опасности, что если вы переплыли, перелетели океаны, перешли или переехали в пустыню, мы океан, не только море, любой большой водоем, откуда самому не доплыть, кроме как на транспортном средстве, то мы говорим молитву за избавление от опасности, потому что дорога всегда была сопряжена с опасностью. Как раз на прошлой недельной, в прошлой недельной главе мы читаем один из комментариев, который дает Раша причине, почему наш пророчец Абрам после десятилетий супружеской жизни Сары вдруг, когда они приходят в Египет, после длинной дороги обращают внимание, что типа у него жена очень красивая, это не то, что говорит Раша, он обратил внимание, а имеется в виду, что в дороге красота, она чахнет, женская красота, в первую очередь, изо всех сложностей пути, и несмотря на это Сара была настолько красива, что даже после длинного пути она все равно сохранила свою красоту. То есть дорога всегда сопряжена с опасностью. Поэтому был такой великий мудрец, конца периода Геоним, если нашлось, по-моему, в X или XI век новой эры, звали его Рабиуда Хасид, никакого отношения к хасидизму не имеют, хасид это просто добропорядочный человек, позже, уже только в XVII-XVIII веке новое движение в иудаизме появляется, которое начинает называться хасидизм, но это был титул, который давали особо праведным и благочестивым людям, и был такой мудрец, которого звали Рабиуда Хасид, который оставил свое завещание. И в этом завещании он дает не просто рекомендации, а вот это нужно делать, чтобы уберечься от опасности и так далее. Кстати, посидеть на дорожку, не возвращаться обратно, чем мы будем говорить, как раз шелка на руки, это все рекомендации Рабиуда Хасида в позднем и Средневековье, в период расцвета, в общем-то, еврейской мысли, в то время, которое он пишет, это его завещание, так оно и называется, циват Рабиуда Хасид, завещание Рабиуда Хасидов, которое он дает разные рекомендации, и многие из них, да, сопряжены с дорогой. Из них мы как раз и начинаем. Давайте читать и переводить. Я не знаю, я никогда про это не слышал, может быть, кто-то слышал, но говорит Шелхана Рух, что перед выходом в путь, в день, когда вы выходите в путь, нельзя чистить обувь, начищать обувь. Первый раз, действительно, никогда об этом не слышал, хотя даже, это конкретно цитата из этого длинного завещания Рабиуда Хасидов, когда-то его читал, но уже не помню. Настолько важны рекомендации Рабиуда Хасида, что они припошли еврейское законодательство, которое, как вы знаете, совершенно несуеверно, и наоборот, иудаизм категорически относится ко всяким, как мы с вами неоднократно говорили на лекциях, не этих лекциях, в других лекциях, к трактовке снов, всяким приметам, знаком зодиака и так далее, но иудаизм категорически рационален, по крайней мере, тот иудаизм, который является настоящим иудаизмом. Придумывать можно все, что угодно. Так вот, при этом у нас есть всякие такие примочки, говорит Рабиуда Хасид, не чисти обувь перед тем, как вы выходите в путь целый день. Нельзя чистить обувь, даже если она у вас грязная. Ваулам, но, имахарим цих цихуналаб, если другие почистили ваши обувь, не вы именно, кто выходит в путь, а тот, кто ваши друзья решили вам почистить обувь, то ешмакелим это разрешает. Точно так же, как по сегодняшний день в Нью-Йорке есть места, где можно по дороге на станции остановиться, сесть и вам почистят обувь. Судя по тому, что говорит Шултан Орух, это можно. Более того, сегодня все равно мы серьезно относимся к этим рекомендациям на Рабиуда Хасид с темного средневековья. Но есть такие, которые считают, что этот запрет чистить обувь перед выходом в путь распространяется только если в этот путь, в котором вам нужно сказать дорожную молитву, то бишь вы выйдете за почти 4 километра за черту города, то тогда это распространяется, чтобы чистить обувь в этот день, то, естественно, той обуви, ту обувь, в которую вы выходите. Но если вы перемещаетесь в транспортном средстве, в самолете, в поезде, в машине, на лошади, я не знаю, на велосипеде, то здесь, конечно же, нет такого запрета. По крайней мере, многие так считают, что на это не нужно к этому серьезно относиться. На сегодняшний день мало кто из нас выходит так далеко за пределы города, чтобы сказать эту молитву. То есть из Бруклина 100% до Нью-Джерси Турн-Пайк вы не дойдете пешком. Ну, по крайней мере, я не рекомендую. Продолжим дальше. Если вы почистили обувь до того, как вы решили выйти в путь, пешком 100%, тогда без проблем можно выходить в этой обуви. То есть мы не можем выходить в обуви, не чистим обувь, в которой мы выходим, только в том случае, если мы уже решили выйти в путь. Если просто вы пришли с работы, вам не нравится, как выглядит ваша обувь, вы ее почистили, а потом вам срочно нужно сбегать на Нью-Джерси Турн-Пайк и обратно, то тогда, конечно, можно в этой обуви выходить. Но мы все равно, опять же, серьезно относимся к этому соленниковому рекомендации, как вы говорите, что если мы выходим в путь, тем более пешком, на расстоянии, в котором нужно сказать дорожную молитву, обувь, в которую мы идем, перед этим не чистим. Вы правы? Вы микрэши царикла вот этот зуб на алаем дабка. Но если вам действительно нужно добежать до Нью-Джерси Турн-Пайка, и вам нужна именно эта обувь, потому что другая обувь у вас неудобна, и вы ее чистите после того, как решили выйти в путь, то ничего страшного. И точно так же, наоборот, если вы почистили обувь, в момент чистки обуви вы решили, что вам нужно выйти в путь, и вы собираетесь выйти именно в этой обуви, которую вы сейчас начистили, потому что вы начистили, теперь она такая красивая, вы хотите всем показать ее на Нью-Джерси Турн-Пайк, то тогда, конечно, в этой обуви выходить нельзя. Но если по дороге вы уже вышли в путь, и у вас запачкалась обувь, то нет проблемы ее почистить. Короче, без суеверий и фанатизма, только в том случае, давайте, хотя, опять же, давайте говорить об общий случай, о том, что обувь, в которой вы собираетесь перемещаться в пространстве, на такое расстояние, что вам нужно говорить дорожную молитву, ее не чистят в тот день, когда вы выходите. День до того не проблема. Более облегчающее мнение только в том случае, если вы действительно пешком идете, а в транспорте ничего страшного нет. Ну, дальше это вопрос вашего суеверия. Насколько серьезно и строго вы будете выполнять эти рекомендации? И по моему многолетнему муравинскому опыту что-то мне подсказывает, что подобные странные рекомендации наш любимый еврейский народ выполняет гораздо более скрупулезно, чем простые заповеди на тебе, например, одевать филин каждый день или не пользоваться транспортом шаба. Ну, продолжим дальше. А хахам бейна в ворошок. Сказано в Куэллоте, в Экклезиасте, царя Соломона, мудрец, глаза у него на голове. То есть ушки на макушке. Хахам должен, как я неоднократно повторял, что самый важный критерий, как всему законодательству, точно так же ко всем этим странным благословениям, это common sense, это здравый смысл. Мудрец, у него глаза на месте. То есть он должен, имеется в виду, предвидеть, понимать, что с ним будет, анализировать ситуацию. Поэтому есть закон, который говорит следующую вещь. Тот, который выходит, выезжает, вылетает, выплывает в путь, хорошо бы, чтобы он взял с собой, естественно, идет речь о мужчинах в данном случае, талис и тфилин. Если вдруг кто-то не знает, что такое талис, то, по крайней мере, в традиции хаббат. Талис – это на английском говорят молильная накидка в дословном переводе. Талис, все знают, что такое. Одевают его после свадьбы, сфородим одевают его после бармицу, и тфилин на русском вроде бы они называются филактерии, это то, что мы намазываем на руку и надеваем на голову. Логично, почему? Потому что если вы задержитесь в дороге, и настанет следующий день, и вам нужно будет молиться, у вас не будет этих причиндалов, и вы не сможете использовать свои любимые еврейские доспехи, чтобы утром помолиться Всевышнему, понятно, что идет речь о мужчинах. Поэтому, если вы выходите в путь, даже если вы собираетесь вернуться обратно, но выезжаете в путь на такое расстояние, что нужно сказать дорожную молитву, берите с собой талит и тфилин. Бат им дату лагзор брион. И даже если вы собираетесь вернуться в этот же день домой, то есть вы да скажете дорожную молитву с той вставкой, которую мы обсуждали на прошлом уроке, что добавляют, что и верни нас с миром, в том случае, если вы планируете вернуться в тот же самый день, и у вас это входит в планы, нужно быть с этим очень осторожным, и все равно брать с собой талит и тфилин, не дай бог, вы задержитесь по дороге. То есть идет речь, что значит ха-ха, мина, барошо, мудрец, глаза у него на голове. Имеется в виду, что человек пользуется здравым смыслом и предусматривает ситуации, которые могут с ним произойти, и рассматривает параллели, возможные параллели реальности. Тем более, когда вы выходите в путь, понятно, раньше это было более, так сказать, более практиковалось, потому что дорога была гораздо более сложной, но даже если вы собираетесь вернуться и выходите в путь на такое расстояние, что вам дано нужно сказать дорожную молитву, берите с собой талит и тфилин. Могу привести наглядный пример из своей жизни, по-моему, это было год назад, что такое, летом, с одним нашим знакомым, членом нашей общины, его друзья купили новый дом в Нью-Джерси и просили, чтобы я им повесил внизу. Он говорит, я за тобой заеду, мы поедем, все в порядке. У него, слава богу, большая хорошая машина, по-моему, седьмой BMW, только он там полгода назад ее купил. И он меня спросил, а что с собой взять? Я сказал, Мизузу у него есть, у меня есть с собой, я привезу. А он был настолько горд, что еще до того, как он купил очередной BMW, он купил себе новую пару тфилин. Он спрашивает, а тфилин с собой взять? Я говорю, ну возьми, оденем твоему другу заодно тфилин. Мы поехали туда, в Нью-Джерси, вешать Мизузу. Это было достаточно далеко, не самый ближний в Нью-Джерси. И когда мы подъезжали к дому, у него пробило скат машины. Но мы сильно не напряглись, потому что мало ли, вихто его поменять скат машины. Повесили Мизузу, сделали лыхаем, одели этому радостному хозяину дома тфилин. Жена его была очень рада. Когда мы поехали обратно менять скат, то выяснилось, что на его машине можно менять только BMW Тилоши, и там никакие местные товарищи не хотели менять, потому что у них не было этих скат. Короче, какая-то была проблема. И мы благополучно, моя дочка поехала со мной, сели в поезд, и прекрасно поехали, и прекрасно поехали, извините за перерыв, на инстаграме, за звонка, прекрасно поехали на поезде домой, чему она была очень рада. Но, слава богу, взял с собой тфилин для того, чтобы сделать заповедь другому человеку, и они бесспорно ему понадобились. Это даже сегодня мы видим, что такой закон о том, что если вы езжаете в путь на расстояние, в котором нужно сказать дорожную молитву, берите с собой талит тфилин. Опять же идет речь о мужчинах. Тут дальше Шуханоров говорит, ну вообще уже заоблачное планирование вперед. А тем более человек особо осторожный должен взять с собой еще запасные ниточки для тфилин. Это вот такие вот штуки, которые мы вешаем на четыре угла нашей одежды. Если у вас есть четырехугольная одежда, опять же, относится к мужчинам. И заодно запасные ремешки для тфилин. Тфилин – это сами коробочки, ремешки, которые мы одеваем. Почему вдруг они испортятся, а вы будете вместе неразвитого иудаизма, и у вас не будет возможности их поменять, купить новые и так далее, и не у кого будет одолжить, что вы могли бы их заменить. Ну, я не знаю, нужно ли каждому иметь в машине с собой чемодан со всеми еврейскими принадлежностями для того, что если вдруг, не дай бог, понадобится, конечно, мы живем немножко в другое место, но опять же говорит экклезиаст хахам и навберошо. Мудрец, глаза у него на голове. Имеется в виду, что человек планирует и может предусмотреть ситуацию, в которую он может попасть. Продолжим дальше. Айоцела дэрэх, тот, кто выходит в путь. Товщи и толи решут мигдулей аир. Хорошо бы попросить разрешение хорошо бы попросить разрешение у мудрецов города. А по пишеинам работа, даже если это мудрецы города, не являются ваши собственные учителя и рабины. Гдэй шей бархэл, чтобы дали ему благословение. И какое конкретное благословение нужно просить. Нельзя говорить «иди с миром». Есть высказывание «иди с миром». Или «иди к миру». То есть благословение, которое мы должны получать от мудрецов города, когда выходим в длинный, опасный путь, оно должно звучать «иди с миром». Такая маленькая деталь. Иврита имеет значение. Первое – «иди с миром». Второе – «иди к миру». Это цитата из главы «идро», когда Мошер остается с «идро», со своим тестем. И «идро» его благословляет и говорит «иди к миру». И мы знаем, что в 19-20-м перике этой же самой главы книги «Шмот» Мошерабен не только пошел с миром, а, как сказано, поднялся и преуспел. Он для нас получил то. Это то, что имел в виду «идро», «иди к миру». Поэтому мы благословляем «иди к миру», а не «иди с миром». Почему? Потому что А Давид, который благословил своего сына Афшалома и сказал «иди с миром», мы знаем, что Афшалом очень плохо кончил, в конце концов был повешен, точнее запутался со своими волосами, о ветку дерева. И Абнер, военачальник Давида, он подавил восстание Афшалома против его собственного отца. Очень трагическая история, которая пестрит наш Танап, к сожалению. Таким образом, благословение, которое мы говорим, прощаясь с людьми, которые уходят в путь, должно быть «иди не с миром», как принято говорить на русском, а «иди к миру». Но я надеюсь, почти все интеллигентные люди смогут выучить это словосочетание, чтобы прощаться со своими ливистами. Теперь, я не знаю, сегодня ли мы находимся в такой ситуации, что нужно срочно искать главных рабинов Сия Руси с Брайтон-Бич-Эвеню для того, чтобы они дали нам благословение, но даже тут не написано в Гемори Санедене, в Багонском Талмуде, в разделе Санедене, «Аттизальзельбебрахаширидиот» нельзя пренебрегать благословения простого человека. Соответственно, даже если вы просто попросите благословения у кого-то из своих близких домочадцев, позвоните знакомому раввину, я уверен, все вас благословлят, а тем более, если у вас попросят, не ждите, чтобы вас попросили люди, которые выходят в путь, давайте им благословение, только говорите «Лех, лех шалом», не «иди с миром», а «иди к миру». И дай Бог, пункт назначения у нас будет окончательно бесповоротный, и мы все там окажемся, то есть в святом городе Иерусалиме. На этом мы сегодня остановимся, завтра мы продолжим говорить о всяких разных рекомендациях, о том, как выходить в дорогу, что друг другу желать, и как уберечься о каких-либо опасностях, которые стоят, могут произойти у нас на пути. И напоминаю, что сегодня в 8.30 лекция о понедельной главе, думал дойти до этой Аллахи, на которой будет, ну, как раз сегодня должно бывать в законах дорожной молитвы должны получить Аллаху, на которой будет посвящена сегодня вся лекция. Я надеюсь, будет интересно, по крайней мере, мне было интересно, когда я готовил эту тему, еще, конечно, много подготовки, но присоединяйтесь сегодня в 8.30 к универскому времени на лекцию о понедельной главе. Всем спасибо, хорошего дня, с кем не увидимся до Шаббата, Шаббат Шалом, с кем не увидимся до Песаха, Хак Самех, надеюсь, увидимся раньше. Всем пока, кто был на Инстаграме, если у вас есть какие-то вопросы, вы всегда можете задать мне их в личку, те, которые на Zoom могут задать вопрос по окончании эфира. И это можно сделать прямо сейчас. кем не увидимся, с кем не увидимся, после этого, надо снять. Кем не увидим,